Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, текущая торговая сессия это последний день недели, который тоже обещает быть низколиквидным из-за того, что торги многими активами укорочены. Я думаю, что полноценные участники рынка вернутся на финансовые рынки только лишь с понедельника, поэтому сегодня нужно быть тоже предельно осторожными, друзья, поскольку тонкость рынка, она фактически подразумевает возможность мощных движений даже в результате незначительного фундаментального фона. Те идеи, которые ранее мы с вами взяли за основу нашего трейдинга, они пока остаются актуальными. В частности, я делал акцент на снижение курса европейской валюты, мы благополучно сделали нашу предкосрочную цель. Сейчас, честно говоря, вот опять же общаясь с своими коллегами, есть высокая вероятность коррекционного отката. Докуда он может быть? 1.12.50, 1.13. Если вы согласны с тем, что дальнейшее развитие медвежьей динамики будет возможно только после того, как временная инициатива перейдет к покупателям, тогда вам стоит подождать более оптимальные точки входа. Возможно, она появится на следующей неделе. Если же вы сторонники того, что если есть хорошая фундаментальная база, и вы видите в ней достаточно аргументов, чтобы евро шортить на средний долгосрок, то, наверное, эта коррекция вас уже не должна интересовать. Вы находитесь в шортах и ждете европейскую валюту гораздо ниже текущих уровней. На одном из своих прошлых брифингов я делал акцент, что пара евро-доллар может легко оказаться на уровне 1.10 и ниже. По крайней мере, ряд инвестбанков допускали возможность такого сценария. Фундаментальный фон, как вы видите, друзья, все хуже и хуже. Если сделать акцент на ситуацию с ковидом, то у нас был уже первый прецедент в виде европейского государства Австрии, в частности, с понедельника, где действует общий национальный локдаун сроком на 20 дней. И, как сообщили представители Австрии, если ситуация не улучшится, то период жестких ограничений может быть продлен еще больше. Помимо Австрии, всерьез подобные же меры сейчас рассматриваются в Германии, где за последние две недели ежесуточно фиксируется по 45 тысяч новых случаев заболевания. Уходящая в отставку канцлер Германии Ангела Меркель фактически призывает уже, чтобы ввести общий национальный локдаун. Однако новоиспеченное правительство пока что считает, что данная мера является преждевременной. Надеюсь, что они понимают, что делают, потому что мы не раз убеждались, что промедление в таких вопросах в сути смерти подобно. Австрия и Германия, друзья, это не единственные государства ЕС, которые обсуждают, рассматривают, либо уже приняли такого рода ограничения. Следом могут быть Нидерланды и Франция. Опять же, буквально только что видел комментарий Министерства здравоохранения Франции, что из-за вспышки инфекции, повторной из-за значительного роста количества заболевших, новоограничительные меры могут быть анонсированы на следующей неделе. Точно такие же временные рамки были обозначены правительством Нидерланд. Ситуация еще обостряется тем, что, наверное, вы даже видели. Если интересуетесь новостями, смотрите, что сейчас говорят даже о новом штамме коронавируса из Южной Африки. Где-то он уже подтвержден, где-то его уже удается выявить. Но я очень надеюсь на то, что мы с ним не уйдем на уже десятый круг обсуждения всех самых мрачных последствий для мировой экономики. Особенно если окажется, что те вакцины, которые были и использовались для борьбы с уже известными штаммами, против него окажутся неэффективными. В сухом остатке по евро национальный фундамент располагает к тому, чтобы евро шортить. Если вы не хотите работать с ковидом, пожалуйста, всегда есть другой аргумент о снижении евро. Это контраст монетарных политик и ЦБ ФРС. В отличие, например, от еврозоны, в американской экономике более-менее пока все неплохо. Но если говорить про последние цифры, уж точно можно сделать такой вывод. Последние цифры по основным секторам американской экономики. И в рамках США реально обсуждают возможность сокращения экономических стимулов. По крайней мере, несколько представителей ФРС уже сообщили о том, что на заседании американского регулятора, который состоится в середине декабря, они будут голосовать за то, чтобы ускорить темпы выхода с программой количественного смягчения. Это автоматически означает приближение сроков первого повышения процентной ставки. Рынок труда, первичные заявки на пособия по безработице. Я по-прежнему уверен, что это какая-то статистическая ошибка, потому что количество обращений стало минимальным с 1969 года. Интересно посмотреть на следующие лизы, но особо сути дела это не меняет, потому что даже если сейчас не уходить в глубокопание именно по рынку труда, есть еще инфляция, которая зашкаливает безговорочно. Раньше мы анализировали последний отчет по инфляции в рамках прошлого месяца, когда индекс потребительских цен оказался на хаях как в базовом выражении, так и в основном за 31 год. В эту среду вышел отчет, который является опережающим индикатором будущего значения инфляции, ПСИИ. И, соответственно, здесь тоже максимальные за много лета уровни, по-моему, также за 30 лет. То есть фактически можно сделать вывод о том, что через две недели, когда мы будем с вами анализировать цифры по инфляции за ноябрь, мы тоже увидим очередной скачок. И это еще больше приблизит регулятор США к вопросу и к решению, которое предполагает уже сочинение монетарной политики. Поэтому евро, мне кажется, средний, долгосрочный аутсайдер, краткосрочно. Здесь уж, друзья, вам выбирать, какую точку входа вы будете ждать и использовать для открытия трейда, с учетом вот этого фундаментального фона, который я сейчас озвучил. Индекс доллара 96.70, 17-месячные максимумы. Как и раньше, я предлагаю делать оставку на дальнейший рост пары доллар-иена. Сейчас коррекция, фиксация после мощного ралли, обновления максимумов с 2017 года. Но я думаю, что доллар начнут снова быстро выкупать, потому что, опять же, каждый раз, когда рынок начинает негативить из-за ситуации с ковидом, именно доллар начинает пользоваться значительной поддержкой. Американский фондовый рынок S&P 4650. Снова коррекция, друзья. Ждем следующую неделю, посмотрим, как быстро в этот раз его выкупят. Но не хочется, опять же, сейчас допускать сценарий, который мы давно не рассматривали, что фондовый рынок уйдет на более глубокую коррекцию. Пока нет для этого оснований. Американский фондовый рынок устойчив к любому фундаментальному негативу. И у него сейчас есть очень хороший бэкграунд в виде прошедшего сезона квартальных отчетов, который взбодрил его как следует и раз 10 позволил приписать исторический максимум. И вот это наследие неплохих отчетов, а в некоторых случаях даже очень крутых, которые тянутся с прошлого месяца, что, разумеется, будет способствовать пересмотру в лучшую сторону ожиданиям по экономическому росту американской экономики, что также будет позитивным фактором для американского фондового рынка. Что касается нефти, 7903 сейчас также коррекция на фоне распродаж риска. Может быть, опять же, рынок нефти сейчас очень чутко реагирует на новостной фонд из-за низкой ликвидности и из-за того, что, опять же, многие обсуждают возможность распространения нового штамма коронавируса. И это, конечно же, логично возвращает на площадки опасения относительно экономического роста и спроса на углеводороды. Я предлагаю сейчас не метаться с открытием, закрытием сделок, остаться в лангах, если вы открывали ранее, потому что я буквально накануне детально анализировал ситуацию с последствиями решения США продать стратегические резервы, которые вряд ли приведут к дальнейшему росту цен на нефть. Поэтому сейчас очень важно дождаться решения ОПЕК на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Что они решат? Пересмотрят ли уровни нефтедобычи планы по увеличению производства? Как вы помните, сейчас обязательства действуют о ежемесячном росте добычи на 400 тысяч, но поскольку США, Индия, Япония, Китай и Южная Корея реализуют стратегические резервы, это решение может быть отменено. И страны ОПЕК предпочтут в декабре не увеличивать производство нефти на 400 тысяч баррелей. Мне так же, как и вам, друзья, сейчас интересно понять, в итоге к чему придут представители ОПЕК. И после этого уже ближе к концу следующей недели мы с вами окончательно определимся, как и что можно делать по рынку нефти дальше. Из важных событий, отчетов сегодня, лишь выступление Костин Лагард в 10.00 по московскому времени. Отсюда, опять же, еще один акцент вашего внимания на то, что если Лагард снова будет крайне вовлечена в тему того, что нужно еще раз донести всем позицию, то, что ЕЦБ не станет ужесточать монетарную политику в перспективе ближайшего времени, это может локально привести к уже снижению курса европейской валюты. Но давайте смотреть, друзья. Лучше всего вернуться к активному трейдингу уже на следующей неделе. Я, как и всегда, с самого утра в понедельник запишу для вас очередной брифинг. Всем спасибо за внимание и пока!